Талантливый спортсмен, душа компании, заботливый отец и настоящий воин, отдавший жизнь на поле боя. В Первоуральске состоялся баскетбольный турнир в память о погибшем на специальной военной операции солдате Андрея Печенкине. Подробнее в сюжете. Его любили в классе, друзьям он верен был. И с детства очень сильно, не музыку и танцы, а дальние походы и спорт он полюбил. Со слезами на глазах в этом зале и ведущие, и зрители. Хоть и вспоминают, только хорошее. В сентябре 2022 года Андрею Печенкину пришла повестка из военкомата. Уже через несколько дней его отправили в Луганскую область, где он встретил свой первый бой. Спустя два месяца Первоуралец погиб от осколочного ранения танковым снарядом. В актовом зале родной для Андрея пятой школы собрались учителя, тренеры, одноклассники, друзья и знакомые. Но главный гость, конечно, мама. С дружью в голосе она благодарит всех, кто чтит память ее погибшего сына. Он у меня очень хороший был парень. Жизнерадостный. Всегда улыбался. Везде участвовал. Он очень хорошо пел. Он танцевал. Он спортсмен. Завтра был бы день рождения. И вот сегодня нас пригласили сюда. Конечно, я очень рада, что не забывают ребята, не забывают учителя. Спасибо всем. Спорт в жизни Андрея играл одну из самых важных ролей. Потому отдать дань уважения учителя и тренеры решили тоже на спортивной ноте, организовав баскетбольный турнир памяти Андрея Печенкина. Это очень важно. Здесь присутствуют воспитанники школы 5 и дворового клуба. Ребята, я думаю, прониклись именно патриотизмом, что сейчас самое главное в школе поддерживать, быть защитником своей Родины, быть сильным, заниматься в кружках и секциях, как это было раньше. В турнире участвуют больше 30 человек. Их разделили на команды. Половина – это ученики 9-11 классов, вторая – выпускники школы, друзья и коллеги погибшего. Иван Соколов – один из тех, кто начинал играть в баскетбол вместе с Андреем. Сегодня вспоминает турнир 20-летней давности, который назывался «Мой спортивный двор». Был фолл и нужно было пробивать штрафной бросок. И Андрей, помню, бросал его, что называется, из под юбки. То есть не обычным методом, а снизу мяч бросал. Забил он тогда? Да, он забил. Турнир одержали победу. Моя личная первая победа и Андрея тоже была личной первой победой. Сейчас о достижениях первоуральца рассказывают молодому поколению. Например, пятилетнему Артему, сыну Андрея Печенкина. Это, пожалуй, главная победа бойца в короткой, но такой яркой жизни. Виталий Мутин, Денис Хромцов. Новости. Первоуральск.